Сейчас ей 54 года и у нее уже не осталось шансов осуществить свою давнюю мечту – родить здорового ребенка. Эффектная актриса была замужем три раза, прибегала к процедуре ЭКО и подралась на ток-шоу с гостем. Как сейчас живет Евелина Блёданс и почему Александр Семин принял решение расстаться с любимой? Актриса трижды пыталась построить семейное счастье, но в итоге осталась одна. Брак по молодости с комиком Юрием Стыцковским продлился всего полгода, а причину Евелина озвучила лишь спустя много лет. Как будто сама судьба говорила актрисе, что ее боль – это дети. Первого ребенка она родила мертвым, девочка появилась на свет раньше срока, замерев в утробе матери из-за сильного стресса. Трагедию Блёданс предпочла пережить в гордом одиночестве, из-за чего и распался ее брак. Второе замужество тоже не принесло нашей героине счастья, несмотря на долгие 18 лет вместе. Бизнесмен из Израиля осчастливил Евелину с сыном Николаем, который улетел на родину отца после развода родителей. Он не общался с матерью до 21 года. Теперь между ними теплые отношения, а Евелина искренне переживает, что сына могут забрать на войну. Третий брак в Блёданс продлился семь лет, и выбор актрисы пал на продюсера Александра Семина, который был моложе жены на 9 лет и толще ее в два раза. Но Евелина смогла слепить из него стройного красавца и надеялась на семейное счастье. В 43 года беременная Евелина услышала неутешительный диагноз «Ваш сын родится с синдромом Дауна». Но супругов это только смотивировало. Блёданс родила Семена и сразу начала строить его карьеру. Он снимался в рекламе подгузников, мама заботливо заключала контракты с рекламными агентствами и создала странички сына в социальных сетях. Теперь Семен – настоящая звезда. Но спустя семь лет скандал с няней Семена прогремел на всю страну, а Семина обвиняли в избиении. Когда все улеглось, пара приняла решение расстаться, Александр больше не хотел пристального внимания прессы. Сейчас он счастливо женат и воспитывает дочь Веру. А Евелина пошла своим путем, пиарилась как могла. Пыталась забеременеть при помощи ЭКО, созвала всю съемочную команду Андрея Малахова, чтобы запечатлеть этот момент. Но беременности так и не случилось. Зато случился скандал в студии ток-шоу, где Евелина кинулась на гостя просто за то, что тот предположил возможность рождения у актрисы еще одного неполноценного ребенка. Но детей у актрисы уже не будет. Она довольствуется тем, что уже имеет. А вы как думаете, Евелина Блёданс глубоко несчастная женщина или иметь такую сложную личную жизнь и воспитывать солнечного ребенка – это тоже своеобразное счастье? Пишите свое мнение в комментариях.